Итак, мы дошли до самого интересного. Нам нужно сейчас соединить плечевые шовчики. Плечевые шовчики здесь и плечевые шовчики на спинке. Что мы с вами делаем? Во-первых, мы соединяем серединку спинки и серединку горловины и ставим булавочку. Поставили булавочку. Переверну к себе. Мне удобно работать с той стороны, где есть рассечка. Во-вторых, вот эту рассечку находим и оставляем 7 миллиметров вот так вот от уголочка. Давайте вот так будем показывать. Буквально 7 миллиметров от уголочка и где-то около 1,5-1,5 см. То есть я нахожу вот этот уголочек, совмещаю с моей рассечкой и ставлю сюда вот так булавочку. Затем я разворачиваюсь вот сюда. У меня со стороны спинки посадка всегда есть. Поэтому посмотрите, есть определенная слабина. Пусть она будет. Я ее оставляю и скрепляю вот так. Потому что любая сметочка, она должна быть у меня предварена булавочками. Смотрите, здесь у меня срезы совпали. Значит, вот здесь я тоже эти срезы совмещаю. И, соответственно, симметрично ставлю, тоже скрепляю булавочкой поперек. Теперь точно так же нахожу пересечение линий со стороны горловинки и со стороны плеча. И как бы вот эту точку, вот она у меня получилась, прокалываю вот так насквозь. Здесь я срезы буду совмещать и по горловинке я срезы тоже буду совмещать. То есть, вот что у меня получилось с лица. Давайте посмотрим. Вот так я вам покажу, да? Вот так вот я вам покажу. Вот. И то, что у меня получилось со стороны спинки. Вот так у меня получилось. Раз, два, три, четыре, пять булавочек у меня стоит. И все. После этого я начинаю сметывать. Обычно плечики сметываются со стороны спинки, потому что там есть посадка. Но я сегодня буду это делать со стороны полочки, потому что мне так удобно контролировать мою рассечку. Дошла до выточки. У меня в плечевом шве выточка есть. Посмотрите, дошла до выточки. Я ее пропустила, не зашиваю, потому что я уверена, что у меня будет все хорошо. И я буду просто-напросто сразу вот это вот все прошивать на машинке, не распарывая. Дошла до уголочка. Растянула этот уголочек, хорошо расправила. Вот эту складочку можно отодвинуть в другую сторону. Перешагнула миллиметра два. И пошла сметывать, уравнивая срезы, вот эти аккуратненько, уравнивая срезы по нарисованной мною ранней линии. Вот так. Дошла до серединки. Тоже не хочу приметывать припуски никуда, потому что у меня на примерочке будет сейчас все хорошо. Я буду сразу переходить к машинной строчке. И мне это будет мешать. Здесь я уже не рисую никаких линий, потому что мне и так, мне достаточно с той стороны. Если вам недостаточно, вы рисуете. У меня идет ширина припуска 7 миллиметров. Дошла до уголочка. Опять этот уголочек аккуратненько расправила. Отодвинула. Уравняла срезы, вот эти верхние срезы уже плечей. В эту же точку постаралась вступить, которой была, можно два раза, чтобы было покрепче. И с расстоянием тем же самым, как здесь, это около полутора сантиметров, уравнивая по-прежнему срезы, я начинаю сметывать второе плечико. Если вам удобно, вы можете здесь рисовать линию, конечно. Я просто знаю это интуитивно, могу отложить столько, сколько нужно, поэтому я не трачу время на лишнюю какую-то для меня работу. Обязательно ставим вот здесь закрепку. Назад иголочкой 2-3 раза, чтобы ничего у нас не развалилось. Вот, собственно говоря, и все. Мне осталось сметать только, иголочки вот эти уберем, только боковые швы, и я буду переходить к примерочке. Что касается боковых швов, здесь, конечно, все очень просто. Ну, давайте посмотрим сначала, что здесь получилось. Вот видите, как это выглядит с лицевой стороны. Вот так, вот так, вот так, ну и так далее. С другой стороны точно так же. Пока вы вот это все не сделаете, примерку выполнять нельзя. Некоторые боятся делать рассечку, и поэтому у них примерка выглядит ужасно. Значит, что касается боковых швов, от талии начинайте вверх работать. Ну вот, хочу вам показать, посмотрите, что у нас получилось. Вот так вот эта барышня у нас выглядит. Вот такой у меня манекенчик. Сейчас мы обойдем его вот так, со всех сторон. Посмотрите, как лежит у нас область груди. Как у нас лежит спинка. Сейчас мы его вот так вот, надо подальше отойти. Плохо видно. Так. А может быть, я его вам поверну. Ну, еще разочек. Вот так вот у нас лежит спинка. Давайте посмотрим, как здесь у нас. Видите, как хорошо лежит сметанный вот этот уголочек? У нас с той стороны аналогично совершенно. Ну и вот так вот. Вот так вот мы посмотрели на шалевый воротничок. И если вы хотите заколота пуговочками до уровня первой петли, я наметила вот этот вот отлет. Я думаю, что я там так его и оставлю. Я, конечно, могу этот отлет сделать каким угодно. Ну, я могу сделать его, скажем, вот так, вот так, вот так и вот так. Я бы тогда пометила. И во время осноровки я бы вырезала вот этот уголочек, и подбортик бы, соответственно, такой же и оставила. Но сегодня у меня шалевый воротничок. Опаш так опаш. Вот за это я люблю вот такие вот наши вещи. Следующая работа. Я буду это все стачивать. И вот мы прошили вот этот наш узел. Сначала мы прошили вот этот шовчик. Убрали лишний, разложили его пополам. Конечно, вот эти выточки мы прострочили. И прошивать нужно со стороны основного изделия. Давайте еще разочек. Вот просто расскажу, не могла снять это все. Вот этот раскрыто, рассечка. Вы вот так складочку аккуратненько здесь закладываете. Закрепочку поставили, шьете вот здесь, по передней половинке. Дошли до самого уголочка и немножко перешли вот на эту сторону. Затем я вернулась назад и снова пошла вперед, дошла до уголочка, развернулась и пошла шить вот сюда дальше. То есть у меня четыре раза прошита вот эта вот точка, самая трудная и самая сложная. Дошли вот до этого места, развернули. Теперь аккуратненько закладываем вот эту складочку, все расправляем на свете. Так. И точно так же в этом месте. Точно так же в этом месте. Значит, дошла до уголочка, прошла вперед, повернулась назад, снова пошла вперед, дошла до уголочка, развернулась сюда и закончила свою работу. Вот и все. Раскрыто и аккуратно выполнена вот эта складочка. Следующий момент в работе у нас будет обметывание. Я уже не буду вам показывать, как я прошиваю все эти выточки сверху, снизу вверх, ставлю закрепочки и чищу. Потом я это обметаю по утюжу и результат вам тоже получится. И начинается следующий этап в работе, это стачивание. Как всегда, выточки я начинаю стачивать от широкого конца к узкому. Начало и конец каждой выточки я оформляю закрепками. А после того, как я это прошила, я сразу удаляю нить на меточки, то есть чищу. Обратите внимание, операция очистки нашего изделия, она очень-очень нам нужна. Она очень сильно помогает сберечь, сохранить время и повысить качество нашей обработки. Так как выточки у меня сметываются без закрепки в конце, вот такие выточки, то мне остается только найти узелок и дернуть за него. Ну а если в конце есть закрепка, я рассекаю и тоже за узелочек удаляю, потому что прошиваю я в одном 2 мм рядышком со стороны, чем у меня сметано, чтобы моя машинная строчка не попадала уже в нить сметочки, чтобы нить сметочки удалялась легко. Ну и, конечно, после этого обметываем. Обметываем. Плечевые швы я обметываю со стороны спинки, потому что заутюживать их буду на... Итак, дорогие друзья, мы с вами начинаем утюжить самое сложное место. Разутюжим шовчик. Вот этот по среднему шву, воротничка сзади. Отгибаем горловинку наверх. И тоже вот так вот хорошо утюжим. Затем расправляем хорошо на гладильной доске то место, которое хотим поутюжить. Как бы гладим сначала ручками. Вот так. Маленькое здесь место. Я не могу вам показать другого, но покажу то, что есть, как могу показать. Нам самое главное вот этот узел с вами понять, как он делается. Вот, поутюжили. Теперь вот так делаем. Все расправляем. Поутюжим немножечко под низом, под ним. И теперь уже вот так вот выложили и подружили плечевой шовчик и вырез горловинки. Вот так. Вот так поутюжили вот этот вот переходик. Можно еще выложить вот так, сделать здесь складочку. Вот такую. И подойти вот с этой стороны. То есть к проблемному месту мы подходим всегда с нескольких сторон. Двигаемся дальше. Утюжим вот это. И здесь мы смотрим, как выполняется утюжка. Вот этого не очень удобного для нас места. Посмотрите, как аккуратненько сначала расправляете одну сторону, складываете складочку на другой, потом наоборот. Ну, а после этого вы видите, что все выточки я утюжу снизу вверх. Что вершинки выточек я укладываю всегда на самый краешек гладильной доски. Для того, чтобы она хорошо сутюжилась и не смялась. Ну, собственно говоря, вот и все. Все секреты утюж. Итак, мы продолжаем. Наша задача сейчас продублировать вот этот вот заготовленный подбортик. Я взяла дублерин, сложила его в два раза. Клеим вовнутрь. Две детали подбортика у меня проклеены вот такими вот булавочками. И сейчас мне нужно просто вырезать по форме. В этом фрагменте я показываю, как я проклеиваю мелкие детали. Я проклеиваю их прямо по булавочкам. Вот посмотрите как. Сначала на скрепленную булавочками кладу один слой дублерина, проклеиваю в серединке. Затем переворачиваю, кладу второй слой дублерина. Но булавочки после этого достаются элементарно. Немножечко подрезаем контуры, тот дублерин, который выглядывал. И на этом все. Вот что у нас получилось. Сточали, обметали и складываем вот так пополам. Далее я показываю, как нужно одинаково вырезать внешний край от лед воротничка. Поскольку мне захотелось сделать переход от портика, от края бортика к воротничку более мягким и более плавным. Поэтому я все, можно сказать, 4 детали сложила, сколола одинаково вместе. И вот так вот после того, как уточнила эту линию, нарисовала нужную мне линию или осноровила еще по-другому, можно сказать, почистила, я это место вот таким вот образом обработала. Затем я прошила по внешнему контуру. Там, где у меня выпуклые линии, я поставила треугольнички, высекла вот такие треугольнички. Где вогнутая линия, там ставится просто рассечка. Это для того, чтобы потом, когда вы все это выметаете, выверните и выметаете, было вам удобнее все это делать. В своем случае я еще настрочила шов обтачивания на припуск. В нижней части на подборт, а в верхней части, то что выше пуговочки, там где отлет воротничка, на нижнюю часть этого воротничка или на само это наше изделие. Далее вот так вот все поутюжила, поутюжила, заколола область корловины и после этого прострочила по этому ребру, поставила булавочки, прострочила. Ну вот, дорогие друзья, посмотрите, что у нас получилось. У нас получился вот такой вот шалевый воротничок, чуть подальше, пониже, да, вот так вот, чуть шалевый вот такой воротничок. Посмотрите, как это выглядит сбоку, как это выглядит сзади, сверху немножко надо снимать, сверху надо снимать чуть-чуть. Вот, теперь вот так вот, так. Теперь посмотрите, я хочу показать, как здесь у нас обработалось все, нам видно, так. И вот с этой стороны нам важны вот эти уголочки. Я немножечко прошиваю вот так вот вперед, чтобы зафиксировать. Вот так вот чистенько и аккуратненько выглядит наш плечевой пояс. Продолжение следует...